Hello, dear listeners. This is lesson 9. Part 3. Topics. Это девятый урок. Части третьей нашего курса под названием Темы. Из общего курса учимся произносить звуки по-английски. I can read. Today's topic is my day. Сегодняшняя тема – мой день. Познакомимся с нашим словарем. Brush. To dress. Supper. Usually. Weekday. Первое задание звучит следующим образом. Read and choose the best title for the text. Задание вам уже знакомо. Переводить его не будем. Предлагаемые заглавия. My day. My school. My parents. Давайте прочтем текст. И вы выберите то заглавие, которое вам кажется наиболее подходящим. My name is Robert. I'm a pupil. And on weekdays I usually get up at 7 o'clock. I brush my teeth and dress. I have a sandwich and drink a glass of juice for my breakfast. Our school isn't very far from my house. So I walk there with my mom or dad. I usually have 4 or 5 lessons. I come back at 1 o'clock and have dinner. After dinner I have a rest. I read books or play with my little sister. When I do my homework and help my parents around the house. In the evening we have supper together, talk or watch TV. I usually go to bed at 10 o'clock in the evening. Это совсем короткий текст, очень понятный, я думаю, который рассказывает нам о расписании дня маленького Роберта. Я хочу попросить вас сделать более сложное задание. Постарайтесь, следуя этой схеме и всем ее грамматическим структурам, составить коротенький рассказ о вашем собственном дне. Не углубляясь ни в какие подробности, а очень кратко описывая основные действия, которые вы производите в определенное время дня. Следующее задание звучит таким образом. Fill in the table. Use the following words. To wash face. To brush teeth. To have breakfast. Lunch. Dinner. To have a rest. To play computer games. To do the homework. To listen to music. To watch TV. To go to bed. Итак, fill in the table. So, you need to fill in the table according to the time mentioned in the upper line of the table. В соответствии со временем указанным в верхней строке таблицы. Задание не такое простое. Обратите внимание. My friend and I. Нужно иметь в виду, о ком идет речь. От этого зависит окончание глагола. Если мы говорим о себе. Если мы говорим о себе, мы скажем I get up. Если мы говорим о моем друге, мы скажем he gets up. И так же со всеми остальными глаголами. Будьте внимательны. Следующее задание. Read the sentences. Are they true or false? Mark true sentences. Я прочту вам предложение, а вы будете делать свой выбор. On the weekend, Robert usually gets up at 7 o'clock. He gets a sandwich and a cup of tea for breakfast. He walks to school with his mother or father. His school is far from his house. Robert usually has three or four lessons every day. He usually has a short rest after lessons. In the evenings, Robert and his family have supper and read books. Robert goes to bed at 10 o'clock in the evening. Вы отметили, с чем вы согласны и с чем нет. Основываясь на содержании прочитанного текста. Now we need to read the poem and complete the sentences. Read the poem and complete the sentences. Итак, наше с вами следующее задание. Read the poem and complete the sentences. Вам нужно прочесть это очень полезное упражнение, стихотворение. Особенно в свете нынешней эпидемиологической обстановки оно становится актуальным. Замечательное стихотворение. И слова из этого стихотворения нужно использовать для того, чтобы закончить предложение, приведенное ниже. Я думаю, что у вас это получится легко. Итак, это письменное задание. Ну, это упражнение на чтение, хорошо вам знакомое. Вы это сделаете самостоятельно. Знакомое для вас задание. Новая форма заключается в том, что приведено не отдельное слово, а комбинация слов. Have supper, wash my face, have dinner, have a rest, brush my teeth, have breakfast, do my homework, have lessons, read books, draw pictures, watch TV, go to school, go to bed, play games, help my parents, listen to music. Новых слов здесь практически нет, так что вы должны легко справиться с этим заданием. Thank you so much for your kind attention and see you next time!